Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала и все-все добрые люди! Спасибо вам огромное, что вы зашли ко мне в гости, смотрите мои видео. Спасибо вам огромное за ваши лайки, за ваши комментарии и за ваши тёплые пожелания в мой адрес. Я хочу с вами сегодня поделиться вот чем. Я ездила в магазин, где продают все цветы, клубни, растения, вот, и началась там распродажа клубней на этот год, и я решила этим воспользоваться, потому что недорого, потом позже разберут и почти что ничего не будет. И я решила купить георгины, потому что в прошлом году, я не знаю, почему так случилось, и они у меня пропали. Ну как, цвели красиво, всё, осенью, как положено, их раскопала, положила в песок. И когда вот наступила весна, я начала там смотреть, а они почему-то сгнили. Не могу понять, у нас не было морозов, ничего у нас не было. Ну, вот так случилось. И я решила купить по новой клубни, и ещё купила ещё одно растение. Оно у меня было два года, и потом куда-то пропало. Такое красивое, похоже на орхидею. И я сейчас вам покажу, что я купила. Вот такой, который я говорю, что похоже на орхидею, называется тигридия. Здесь 20 клубней, и она разных-разных цветов. Но до того красиво цветёт, мне очень нравится. Ну, может, у вас тоже в ваших краях такая же есть тигридия, да? Но она точно вот похожа на орхидею. И вот я решила в этом году опять по новой посадить её. Купила вот здесь в упаковке три клубня. Вот такая кучерявая, красивая такая, да? Вот такую я купила. И купила ещё вот такую. Они очень крупные. Вот такая. Вот красивая. Вот получается, что у меня будет шесть кустов. Но, видите, у меня маленький, совсем маленький участок. Мы почти в центр живём. Ну, это было много лет назад, когда мы строили дом. Но земля у нас очень дорогая. Очень дорогая. Поэтому я рада, что у нас вот этот маленький кусочек есть. И на нём помещается у меня всё. У меня есть и яблони, и виноград, и смородина чёрная, и малина есть. И там немножко овощей, ну, щавель, там чеснок, там лук многолетний. И очень много роз. У меня роз 20 кустов. И цветов лаванды у меня много. И вот у меня они все вместе живут дружно и цветут, и радуют меня. Вот она, такой маленький кусочек. Поэтому георгины я не могу больше сажать. Ну, и так они занимают место больше. Ну, вот такое я сегодня такие клубни купила. Естественно, я ещё посею однолетние. Вот, посмотрю, какие будут, не знаю ещё. Вот такое я, такие клубни я купила. А сейчас я хочу начинать готовить. И я вам покажу два рецепта. Я надеюсь, что вам понравится. Приятного вам просмотра. Итак, мои дорогие, я хочу поделиться с вами вот этим очень вкусным, очень полезным рецептом. Это салат. Ну, я его называю освежающий. Здесь очень много белка. Здесь всё, 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 что нам нужно для нашего здоровья. Итак, нам понадобится... Сейчас я вот так сделаю, чтобы было видно вот так вот, да. И для этого салата нам понадобится Алисия салата. У меня айсберг. Его я порвала так руками, я уже всё приготовила. Здесь у меня креветки. Вот. Они уже готовые, я их купила готовые. Вот креветки. Здесь у меня помидоры, я их порезала вот так. Ну, можно было и черри, но у меня черри не было, поэтому я взяла и порезала вот такими кубиками. Да произвольно, как порежете. И здесь авокадо. Авокадо тоже я так порезала там вот такими кубиками. Вот. И кусочек лимона свежего. Ну, у кого нету лимона, можно лимонный сок. Вот. Но лимон у меня всегда есть. И здесь пол ложечки оливкового масла. Вот это всё, что нам нужно для этого очень вкусного салата. И так будем сейчас его делать на тарелке. Вот так, чтобы было всё видно. Вот. Вот так вот. И на тарелку, значит, ложим листья салата, как положите. Я люблю этот салат, поэтому я взяла больше. Ну, вот. А вы берите столько-столько вы хотите. Вот. Не обязательно, чтобы этот салат был. Можно и без него. Но я люблю вот так вот. Потом ложим произвольно, как положите. Вот. Я ложу авокадо. Вот так вот. Вот. У меня немного здесь полавокадо. Все ингредиенты, подсчёт калорий будет под видео, как всегда. Так. Потом я сюда помидорчики. Можете солить и перчить по вкусу. Но я не буду солить и перчить тоже. Но вы, по вашему желанию, вы можете и солить, и перчить. Вот. Потом сюда уже поверх я ложу вот креветки. Вот. Эти наши с северного моря креветки. Я уже говорила, что мы покупаем в специальном магазине, где там артели. Так. Вот так быстро. И сейчас нам нужно сделать вот эту заливку. Я беру этот лимончик сюда. Вот. Смешиваю вот это всё. Это достаточно. Если хотите больше масла, берите больше. Но для меня это достаточно. Вот так вот. И сейчас я вот так аккуратно, я вот так-то всё наливаю. Если вы хотите, я уже сказала, соль, перец, пожалуйста, по вашему желанию. Вот. И вот, пожалуйста, так всё это быстро. Вот такой красивый салат получился. Ну, очень вкусный. И здесь же очень много белков. Для тех, кто следит за весом, кто на подсчёте калорий, кто на правильном питании. Для всех. Вот такой красивый. Приятного вам аппетита. И ещё, мои дорогие, я хочу с вами поделиться очень вкусным рецептом. Я хочу сделать сегодня на десерт. Я покажу, как я делаю яблоки, которые мы любим. Хочу испечь в духовке яблоки. Для этого я их помыла. Вот. Сняла сердцевину. У меня вот такая штучка. И я снимаю. Но, пожалуйста, не до конца. Только там вот видно, да? И вот этим сняла. Сердцевину сняла. И потом ножом аккуратно я вот чуть-чуть, вот тут сверху, сняла вот кожуру. Вот так вот. И вот у меня, ну, я три яблока буду делать. Вот так получилось. Сердцевину. Потом вот это чуть-чуть сняла ножом в кожуру. Вот. И ещё. Для этого я буду использовать вяленый абрикос. Тут 15 грамм. Я всё напишу под видео. Вяленый абрикос. Здесь у меня чернослив. Мелко порезала вот так кубиками. Грецкие орехи. Прорубила их. Корица. И коричневый сахар. Вот. Но, как вы понимаете, это по вашему желанию. Я просто показываю, как я делаю яблоки. Как нам нравится. Вот. И вот всё, что нам понадобится. Сюда в корицу я добавляю сахар. Вот смешиваю так его. Вот. Ой, как пахнет корицей. Итак. И для этого у меня форма для зафекания. Я её фойгой вот так одела. Вот. Сначала мы макаем сюда яблоко. Вот верхушку. Вот. Получается вот так вот. И вот так все три яблока мы вот так делаем. Вот. Вот. Вот так вот. И этот тоже. Вот. Хорошенько его. Вот. Вот. И этот тоже. Вот так вот. Видите? И сейчас сюда внутрь будем ложить вот фрукты, да? Вот это немножко осталось. Можно его ещё немножко вот так макать. Вот так. И всё использовала. Всё. Так. И ложим сюда внутрь. Я разделю вот эти на три. Вот так вот. Ложу туда. Вот. Вот и всё. Положили всё. И сейчас туда ложу чернослив. Тоже. Можно и ложить как хотите. Вот. Но я оставляю вот эти орехи, чтобы они спыли сверху. Вот. Всё. И сейчас буду ложить туда орехи. Вот орехи вот так вот. Поливать ничем не буду. Я потом, когда вытащу из духовки, тогда полью сиропом. Многие ложат мёд туда. Я не ложу. Вот. Вот, пожалуйста. Вот так я положила. И орехи. Сейчас я поставлю в духовку. Я разогрела духовку на 200 градусов. Но вы должны иметь во внимание яблоки, какого они сорта. Потому что есть мягкие яблоки, а есть твёрдые. Лучше брать, конечно, твёрдые яблоки. Вот. И ориентируйтесь на свою духовку, чтобы они не лопнули и не разварились. Но я их поставлю в духовку. Буквально посмотрю на 20 минут вот так. Но буду подсматривать. Вот. Вот и всё. Так всё быстро. И сейчас поставлю в духовку. Итак. Всё. Я достала из духовки. Вот. И вот такие они получились. Видите? Красивые, да? Вот так вот. Сейчас. И сейчас я аккуратненько их положу вот так. Там сок появился немножечко. Вот. Так. Ну, там сока немного. Я сейчас покажу вам. Видём. Вот так сока немного. Там даже ничего. Орехи немножко упали там. Вот. Вот такие получились яблочки. Посмотрите, какая красота. Как пахнет корицей. Прямо как будто Рождество. Очень люблю. Очень люблю вот этот рецепт. Очень вкусно. Вот этот немножко вот этот сахар коричневый. Вот знаете, он как будто карамизировался вот так вот вкусно. И я пошла на улицу, пока они пеклись. И я у себя там нарвала мяту. Она уже растёт у нас. Вот такая красивая. Видите? Тоже пахнет так. Вот. И у меня вот такой сироп. Это кленовый. Есть и финиковые, но я хочу кленовым сиропом немножко их вот так полить. Там на яблочке вот так вот. Вот. Вот это вы положу вот так вот. Красиво. Я люблю мяту. Мы вообще мяту любим. У меня много мяты. Вот. И вот так получилось. Вот такие. Красивые, вкусные и полезные. Приятного аппетита! И вот, мои дорогие, я закончила уже. Вы уже увидели. Я надеюсь, что вам понравятся рецепты. И вы попробуете приготовить. И потом скажете, как вам на вкус. Может, вы уже готовили это. Я буду очень рада, если вы поделитесь в комментариях. Поставьте лайки. Подпишитесь. Будем работать дальше. Спасибо вам большое, что посмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня. И всем здоровья. Всех благ. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.